кайдзю номер восемь новинка аниме сезона для меня это такая очень странная с ним история получилась потому что какая-то даже не знаю злая шутка как магической битвой ты вначале про неё край муха слышишь а потом уже книги рекордов гиннеса как выясняется да да так и скользил то есть все время краем глаза на него тут натыкался последние годы буквально какие-то дизайны опенинги стенды тому рекламу в метро постеры стенды на аниме джапан там это все вот там не встреча была даже с целью то есть и ты думаешь что как бы я был уверен что этот сериал какие-то вторым планом прошел где-то в этом или прошлом году или даже позапрошлом только на слуху у меня вот как кадры проскакивает надо бы глянуть у меня такая мысль была последний год никуда да оказалось что ну только что пошел то есть его так давно раскручивать что он прямо вот я был уверен что он уже прошел и я от него отстал буквально как с магической битвы уже два сезона вышло я не так давно начал смотрите догнал принципе почти давайте немножко взглянем сериал потому что это и есть на что посмотреть на самом деле это почти обычная япония почти наши дни то есть узнаю и кагаму кстати вот только в этом мире годзилла все же появился на самом деле у них отдельная секция на светофорах что кайдзю приближается осторожно кайдзю да да и монстры регулярно вылезают на японскую сушу терроризируют жителей в результате даже японские силы самообороны тут называется силы обороны от кайдзю то есть гигантских монстров убивают этих самых монстров конечно жестоко и эффективно все это выглядит страшно эпично страшно эпично и эпично страшно есть конечно жертвы разрушения есть свои герои конечно же но речь они не о них потому что когда туша гигантского монстра падает на город она стремительно начинает гнить и разлагаться и кому-то приходится все это убирать для этого есть специальный отряд чистильщиков монстр свипер инкорпорейтов санитары города так сказать резать шматы мяса отбывать здания тон крови там особо невезучим достается резать и вычищать кишечник монстров слушай на это прямо из из кадра евангелия на все выросло там до бла похоже не же море нечистот просто кишечники конечно после этого неделю на еду смотреть не хочется и вот работает такой парень у кавка зовут типичный японский конформист когда-то хотел пойти в силы самообороны но несколько раз срезался на экзаменах результате оказался в очистке живет по возможности обычной жизнью звезд неба не хватает старается давить себе приступы депрессии и самобичевания ну да и возраст уже у него великоват ему 32 года уговаривает в себя что у него все хорошо но дается ему это конечно тяжеловато потому что у него не все хорошо потому что у него была подруга детства нина с которой они когда-то поклялись защищать друг друга потому что они оба пострадали от нападения козю когда-то и томатом и гибель знакомых и пообещали что будут мстить а дело усугубляется еще тем что если кавка как-то сдался ну хотя конечно определенном смысле он все еще борется с козю то девочка мина конечно выросла поступила в силы самообороны и стала звездой и грозой кодзю такая валькирия место понятно что душевного спокойствия парню это не прибавляет да еще и пришел к ним новичок рено такой мальчик такой борзый амбициозный такой жаждущий драки ну мечтающий попасть силы обороны то есть ну сам кавка несколько лет назад в общем такой боевитый еще и подзуживающим дескать нужны новые бойцы смотри они даже подняли возраст новобранцев до 33 лет значит что ты можешь успеть еще поступить силы поэтому куда там но вот однажды потасов доходит однажды все что могло пойти не так пошло не так напарники вляпались во внезапного монстра спутника козю еще такие у них как паразиты такие места и его после недлинного такого побега кавка оказывается на краю гибели вся его не слишком успешная жизнь пробегает перед глазами но напарник рено и девушка мина все-таки успевают вытащить хотя и с тяжелыми травмами то есть там примут последнюю секунду как обычно спасение приходит но вот в результате оба оказываются в больнице и тут-то карьера нашего чистильщика и закончилась бы с этими травмами но внезапно прямо в палате с ним случается какая-то невероятная метаморфоза потому что он теперь сам монстр ох вот это оригинальный ход да и на охоту на монстра выходит валькирия его подруга детства все это сделано прям очень круто это в титрах особенно подчеркивается что анимация постановка конечно продакшн айджи саму по себе это уже гарантия качества но вот дизайн разработка козел студия хара который стоит за полнометражниками евангелиона и вообще собак съел на монстрах там поучаствовав в производстве новый годзиллы и так что они конечно лучшие спецы по гигантским монстром и вообще так что ты не зря тут их упомянул а дизайнер монстров кстати сам мохиром аэда то есть подводная лодка номер 6 вот это как он там последний самарин у нас назывался граф монте-кристо и со режиссер между прочим двух последних полуметражных евангелий у него такие офигенные рисунки есть после человек явно специалист по кодзю это заметно махиром аэда великий экшен тут быстрый и резкий анимация крутая персонажи прописано отлично прямо все понимаешь как бы что откуда растет даже надо обязательно смотреть дальше какой из этого фурикури извините получится непонятно все это немножко напоминает как ни странно под лейбор телевизионный который помнишь там такая под лицей будущего повседневная жизни работников полиции вот это вот знаменитые тогда когда-то с гигантскими роботами и тут немножко это все настроение есть такое немножко расслаблен может быть дальше она изменится но это же продакшн айджи был между прочим а режиссеры сеги юки мия и тамоми камея них хороший аниматор у каждой пара сериалов в режиссуре но ничего такого выдающего прямо даже назвать как бы особо не стоит но зато режиссер анимации у них тамоми каме и титу и не силу великий на студии продакшн айджи встречать делал эту фотографию да 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 конечно да да то есть это представьте наруто боруто призрак в доспехах и призрак доспехах невинности телесериалы и джинро и фури кури как ни странно тоже его местами это прямо вот мест очень заметно по графике здесь хочет узнаваемая она у него такая очень характерно рублены стилистик как народ наверное мангаку зовут науэ мацумото вот опять же на манга плюс есть как обычно версия на русском переводе шанин джамп плюс вот этого сервисе оканта манга плюс приводит как обычный историй комиксу там примут это все даже даже через цветных страничек вот они прямо написано лишь переводчик опять какой-то костин тут редактор на русском языке от манга манга плюси да это я уже сказал сейчас я спорю что то интересно что они про мой видео манги вот этот манга как раз так выглядит очень похоже кстати узнаваемо принесли близко ко всему там даже вот эта цензура которая в аниме есть про кишечник монстр она тут тоже есть они забавные рекламировали мангу на качестве выпусков новостей на вот этом знаменитом unique vision на синдзюковой экране и там как будто в выпуске новостей про монстров но конечно иллюстрации были рисованы чтобы не перепугать почтенную публику но прямо так они это делают всего по вот на апрель 2024 года 12 томов вышла манги сейчас тонку бонов вот этих вот я кстати думал что остроумно назвал вот эту девочку мину валькирии в рецензии а у них вторая глава манги так называется вальди это девичные непобедимые да то есть это примут то есть я вот посыл понял сразу поймал а еще у художника выходит такой проект моему цимотто называется 100 видов монстров как 100 видов станции да вот это все вот такой они как старые гравюры да 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 они вот это кусочки мира выкладывали с августа 2023 года до начала трансляции вот такие вот как бы кадры к сериалу поэтому может быть я и тоже подумал что я все это раскадры сериала год выкладываются в сети значит он где-то есть я был уверен что вот она все выходит но нет оказалось что вот он только сейчас пошел точно такую подготовку сделали просто к нему колоссальную он там же какие-то коллабы с печеньем монстр печеньки в общем это прям занимательным кто хочет торопиться может полистать мангу кто не торопится может смотреть сериал потому что сделано он прямо вот очень хорошо потому что это такая заточенная на экшен вещь явно но их хорошим не очень не самым как бы сложным но интересным сюжетом потому что тот кодю номер восемь я так понимаю это главный герой становится весной кодю который удалось выйти от сил сам оба обороны я такое видел да кажется это было в титанах дайте данный народ что-то узнаваемый тут есть но потому что это все-таки да у них режиссер анимации да ты цуи не силу что вы хотите ну не сильно просто анимацию делает постановщик как бы анимационно то есть он он сам режиссировать и так он не очень любит но зато как бы очень круто справляется тушит любимые аниматор маму россии чего хотите так что кодю номер восемь прошу любить и жаловать мне понравилось посмотрим будем дальше обязательно смотреть прямо вот одна из топовых явно вещей будет и и и и и Продолжение следует...